Музыка Ансамбль барабанщиц москвички открывает праздник рабочих профессий в крупнейшем техцентре в Больших Веземах. Здесь собрались 90 студентов, обучающихся на мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей из 9 техникумов и колледжей западного направления Москвы и Подмосковья. Я уверен, что среди вас найдется много желающих продолжить или начать свою рабочую жизнь здесь, в этих стенах, где вы сможете получать высокий уровень технической подготовки и, главное, отслеживать все текущие и грядущие тренды и направления развития автомеханики. Сначала полезные мастер-классы от специалистов международного уровня, затем развлекательные и спортивно-состязательные мероприятия. Предусмотрены и призы. Программа рассчитана на целый день. Пришла такая мысль, ровно для того, чтобы специалисты, которые выпускаются после среднего профессиональных учреждений по профессии, по специальности ремонта и обслуживания автомобилей, получили представление о дополнительных специальностях, которые вообще есть в автосервисе. Детейлинг, малярно-кузовной и агрегатный. Лучшие студенты техникумов и колледжей смогли пройти по трем цехам техцентра и ознакомиться с 26 профессиями в сфере авторемонта. Девочек здесь немного. Одна из них – Кристина, ей 19. Признается, что машины привлекают своим внутренним миром. Четырехколесному транспорту предпочитают мотоциклы. Девушка учится на автомеханике в Одинцовском техникуме. Пошла туда, чтобы в будущем уметь разбираться в своем авто. Но учиться понравилось. А на практике в этом году она проводила в кузовном цехе. Занималась покраской. И колористикой ее весьма заинтересовала. Я пока не могу определиться, как мне пойти в кузовной или же пойти в шиномонтаж. Много, очень много профессий. Сейчас как раз пришла сюда, чтобы разобраться и выбрать. Праздник рабочих профессий продемонстрировал подросткам, насколько сегодня востребована и быстро развивается автомобильная сфера. Под руководством специалистов ребята попробовали самостоятельно выполнить некоторые виды ремонтных работ. Например, сварку и установку деталей. Ведь одной теории для такой деятельности недостаточно. Нужна практика. Это искусство ремесленника. И пока ты не попробуешь руками, ну как это можно объяснить? Это невозможно. Эта профессия в твоих руках. Ты не менеджер, которого завтра выгонят с работы, ты останешься ни с чем. У тебя всегда есть профессия. Ты всегда взял, отремонтировал машину, получил деньги. Это очень важно. И вот это нужно тоже доносить до подростков, до детей, чтобы они выбирали правильное направление в жизни. Познакомиться с профессиями автотехцентра смог и депутат Госдумы Денис Майданов. Он пообщался с мастерами, осмотрел современное оборудование, строящееся на базе техцентра новые корпуса учебного центра и оценил достижения предпринимателей в практическом обучении профессии. Наши предприниматели совершают подвиг. Во-первых, они куют собственными руками профессии. Во-вторых, они заполняют рынок труда своими собственными руками, своими собственными усилиями. И здесь за два месяца ребят обучают работе на оборудовании, которое убежало вперед. Вот иди смотри, куда оно убежало. И сразу практикой, руками, глазами вникай и можешь приходить уже в любой автосервис, не обязательно в этот, но уже подготовленным специалистом. Денис Майданов уверен, бизнесменам необходима помощь государства. Например, для стимулирования их в обучении подростков профессии на местах, там, где они смогут в дальнейшем работать. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.